Юные красавицы Мы пришли сюда два года назад, занимаясь на танцами, преподают здесь язык наш родной осетинский, но в моей молодости, в моем детстве этого не было, к сожалению, и теперь я как бы воплотила свою, наверное, мечту и привела ребенка сюда. Общественная организация открылась 16 лет назад. Сейчас ее посещают более 500 человек. При центре работает воскресная школа для детей с 7 до 18 лет. Их учат не только языку, но и народной культуре, танцу, песням. Особое внимание уделяют традиционному костюму. В честь Дня осетинского языка воспитанники дали ежегодный праздничный концерт. Большое значение придаем родному языку, потому что когда не станет родного языка, культуры, то народ сам по себе исчезает. Но мы этого, конечно, не допустим, потому что культуру, язык мы всегда будем держать, где бы мы ни проживали. Поддерживает национальный центр и администрация Самары. Благодаря муниципальным субсидиям коллективы выступают в традиционных костюмах, шили которые на заказ в Осетии. В народном одеянии мелочей нет. Каждая деталь имеет свое значение. Где, как ни на родине, могут шить настоящий национальный костюм? Задача администрации городского округа Самары – это сохранение дружбы, межнационального мира, развитие языков и культур всех народов, которые проживают на территории городского округа Самары. Мы видим, что народы многонациональной Самары объединяются вокруг этих праздников. В Самаре около 160 национальностей. Например, чуваши, мордва, армяне. Чтобы их объединить и наладить взаимодействие, городская администрация поддерживает национальные праздники. В течение года в Самаре проходит до 50 торжеств. Представители различных народов посещают концерты друг друга, знакомятся и в дальнейшем устраивают совместные праздники. Мария Левина, Константин Головин. События.